Всем привет, ребят, меня зовут Пиксель и прямо сейчас я нахожусь в деревне жителей номер 13. Конечно же, ребятки, я стою на своих грядочках и прямо сейчас начну их убирать. Ну а после этого мы вместе с вами отправимся в одно очень интересное и загадочное место, о котором еще вчера мне рассказали жители этой деревни. Они, знаете ли, ну такие вот интересные ребятки, они подошли так осторожненько, чтобы никто не видел, и говорят, мол, типа, нашли мы тут один портал, очень интересно, хотим тебе его показать. Но самое главное, чтобы ты не раскрывал наши имена. Я говорю, типа, ладно, Вася, Петя, нет, на самом деле это шутка, ребят, но действительно портал нарисованный. Я его уже видел, он полностью состоит из каких-то непонятных нарисованных блоков. Самое главное, его сказали укрывать от дождя, потому что если его смоют, ребята, те, кто туда зашли, никогда из него не выберутся, потому что перерисовать его точь-в-точь будет просто невозможно. И прямо сейчас, ребята, ну вот буквально через пару секундочек мы с вами побежим в лес. Там нужно на пушку одну специальную прибежать, и зайдем в этот самый портал, и переместимся в нарисованный мир. Я думаю, что вы это и так уже поняли. Так, я выкладываю все то, что я добыл на грядках, как обычно. В принципе, мотыгу оставляю также здесь, ну и телефон, в принципе, тоже. Потом заберу его, ребята, я отнесу домой. Он мне точно в нарисованном мире не понадобится. Так, только осталось теперь побыстрее туда сгонять, ребята, и также быстро телепортироваться. И я надеюсь, что никакой дождь, ребята, не пойдет, потому что, учитывая мое везение, все постоянно идет не так, как должно было пойти. Ё-моё, портал был точно где-то в этой стороне. Или даже нужно было переходить через воду. В общем-то, я нашел тот самый портал, который сможет меня телепортировать. И давайте прямо сейчас я попробую в него войти. Вы посмотрите, все вокруг него, ребята, абсолютно нарисовано. Осталось только зайти и удачно... Ё-моё, телепортироваться в другой... Ё-моё, что за фигня? Давай! Фух, ё-моё, выполз, еле выполз, ребята. Это просто жесть, а не портал какой-то, и выпал... Смотрите только, в какой мир меня переместило. Если честно, складывается ощущение, что этот мир нарисован, ребята, Но нарисован не просто какими-то там красками, А в буквальном смысле... Взгляните, карандашом действительно нарисованный мир полностью из карандашей. Естественно, ребята, цветных... Посмотрите, я вот даже приближу. Видите эту текстуру? Как будто бы вот кто-то карандашиком, ребята, всё проводил. И, в принципе, мобы не изменены, ребята. Но мир, именно мир, полностью потерпел кардинальные изменения. Сейчас я нахожусь в каком-то лесу. Портал меня переместил, ребята, под воду. И входил я, в принципе, в портал, который состоял из воды. И ё-моё, это действительно, ребята, слишком нарисованный Майнкрафт. Ё-моё, какие-то радужные деревни. Здесь, ребята, знаете, складывается впечатление, что кто-то рисовал красками, И в один прекрасный момент просто-напросто уронил флакон, ребята, с краской. Так, окей. Давайте попробуем сейчас добыть этот нарисованный блок дерева. Ой, ё-моё, как тут всё красиво, ребята, и необычно. В разрезе дерево выглядит тоже, ребята, чересчур нарисованным. Это действительно очень странно. Вот такие вот срубы, ребята. И, если честно, очень внутри похожи на карандаш. То есть, знаете, вот когда карандаш напополам ломаешь, Примерно то же самое находится и внутри. Если вдруг не пробовали, ну, и пробовать, в принципе, не надо. Ладно. Это я так, шучу. Верстачок, ребята. Ё-моё! Вы посмотрите, как это круто выглядит! Ё-моё! Какая милая пила, ребята, и такой топорик! Жесть! Так, давайте-ка попробуем, ребята. Жители мне рассказывали о том, что как только в нарисованном мире Я создам себе деревянную нарисованную кирку, Я сразу же, ребята, смогу включить креативный режим. Да, кирка, конечно, тоже очень-очень нарисована. И, если честно, сделано это не очень качественно. Так, окей. Давайте-ка посмотрим, что у нас тут с вами из нарисованного присутствует. Все блоки действительно перерисованы, ребята. И даже шерсть выглядит крайне необычно. Просто жесть! Как будто бы реально кто-то водил карандашом. Это очень круто! Вот знаете, ребята, я как-то раз вместе с Максимом и Ромой, То есть, ну, Компотом и Топовским, я думаю, вы и так догадались, Проходил Майнкрафт на сложности нарисованный. Ролики есть на канале, обязательно его посмотрите. Ну так вот, ребятки. Вот там Майнкрафт кардинально отличается. Он там сделан, что ли, более некачественно. А вот тут, ребята, видно, что действительно над этим нарисованным Майнкрафтом уже очень-очень плодотворную работу провели. Так, окей. Я, если честно, хочу, знаете, соорудить себе какой-нибудь этакий нарисованный дом, книжные полки. Я хочу взять, ребята, самые нарисованные блоки, которые только увижу. Как тут бедрок выглядит? Ну-ка, ё-моё, слушайте. Вот, если честно, бедрок выглядит очень круто. Это даже не похоже на тот блок, о котором идёт речь. И можно даже его, ребята, принять за обычный камень. А вот булыжник здесь не очень круто нарисован. Ну, то есть, не особо понятно. Это больше, если честно, похоже на какой-то гравий. А ну-ка, теперь давайте посмотрим, как, в принципе, выглядит гравий. И это я не знаю, ребята. Ну, хотя, знаете, с другой стороны, это на какую-то такую более кремниевую руду похоже. Что, в принципе, гравий и делает. Так, окей. Что у нас тут есть, ребята? Я хочу взять книжные полки. Нарисованные кирпичи. Блин, как круто! Офигеть! Так, окей. Окей. Выводим, ребята, вот такое вот небольшое строение. Берем нарисованное стекло. Офигеть! Блин, как же это круто выглядит! И, ребята, сверху добавляем нарисованные книжные полки. Блин! Это так круто! Такое ощущение, ребята, что я на какой-то промежуток времени переместился в детство, где я сейчас сижу в каком-то, я не знаю, детском саду и рисую какую-то, я не знаю, аппликацию. Или аппликацию делают. Я, если честно, в этом не очень разбираюсь. Так что поправьте меня, пожалуйста, в комментариях. Так, окей, ребята. Возводим еще одну с этой стороны. Вот такую же штуку. И я хочу какой-то очень нарисованный пол. Например, ребята, песчаник. А ну как он выглядит? Блин, круто выглядит! Он даже реально на песчаник не похож. Как будто бы доски какие-то. Так, окей, 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 окей. И знаете, что я могу вам сказать, ребята? Портал вроде как отличался. Он выглядел более небрежно. Но вот здесь действительно все гораздо проработаннее. Дубовые доски выглядят так же иначе. И давайте из них, ребята, прямо сейчас вместе с вами создадим потолок. Так, отлично. Есть контакт. И, конечно же, ребята, такую же окантовку я сделаю везде. Вот такие вот дубовые бревна сюда поставлю. Уж больно. Они мне понравились своей внутренней текстуркой. Оранжевую шерсть хочу поставить так же по углам. Почему-то, я не знаю, приглянулся мне этот цвет. Выглядит он очень круто, ребята. И нарисован просто суперски. Как, в принципе, наверное, и все блоки, которые у нас тут есть. Декорации, ребята. Это тоже очень важно. Деревянная дверь! Блин! Это так круто выглядит! Вот тут, ребята, конечно, в торце Майнкрафт действительно дает о себе знать. Но вот лобовая часть, ребята, это просто-просто офигенно. Железные двери выглядят тоже сногсшибательно. Я хочу видеть их в своем доме тоже. Так, и что мне теперь понадобится, ребята? Давайте я найду быстренько какой-нибудь блок, которым можно, в принципе, заменить вот эти вот пробелы. Кварц не очень сильно для этого подходит. Давайте возьму тот булыжник. Да, он мне не очень сильно понравился, ребята, но тогда дом будет максимально уродский. И сразу видно, что рисовал его, ребята, не какой-то профессионал. Я не какой-то там стикмен, ребята. Я самый обыкновенный пиксель. Удивительно, что я, кстати, не стал нарисованным. Ну, может быть, это и к лучшему. Домик выглядит очень круто. И вот эти двери, ребята, железные, они офигенные. Они мне даже больше, чем деревянные нравятся. Они такие полупрозрачные и очень крутые. Хочу посмотреть также на еду. И, блин, ребят, это, конечно, бомба. На хлеб, на самом деле, это не очень сильно похоже. Я, если честно, подумал, что это какая-то колбаса непонятная. Так, что тут еще есть? Ну, в остальном все плюс-минус обычно. Кирки и мотыги, ребята. И вообще, в принципе, инструменты выглядят просто офигенно. А также я хочу примерить на себя алмазную броню. Очень странно, ребята, что на мне она выглядит обыкновенной. А вот тут, ребята, она нарисована. Это, так сказать, ребята, уже, судя по всему, мир Майнкрафта затягивает меня обратно. Я очень переживаю, чтобы меня тоже, как-то, ребята, не перекрасило. Поэтому лучше отсюда потихонечку сваливать. Но для начала давайте я попробую, ребята, по памяти восстановить тот портал, в который я непосредственно заходил. Господи, это жесть. Вот посмотрите, как выглядят яйца призыва и пластинки. Это просто нереально. Так, мне тут нужна вроде как земля, ребята. Так, она здесь очень простая. Там она выглядела просто максимально, ребята, необычно. А также на фоне стояла изумрудная руда, которая здесь, в принципе, ребята, это выглядели тоже достаточно простенько. Так, здесь делаем как-то вот так. Вроде это выглядело примерно подобным образом. Только, так, секундочку, подождите-ка. Вроде как это располагалось вот таким вот образом. Так, отлично. И вода должна как бы немножечко растекаться и, ребята, заливаться вперед. Так, ну-ка посмотрим. Прорубливаем вниз. И, слушайте, действительно получилось. Не знаю, насколько правильно я построил этот портал. Но на всякий случай давайте я попробую облепить его картинами. Не уверен, что нам это поможет, но давайте попробуем. В принципе, почему бы и нет. Так, по центру вешаем одну сюда, ребята, и одну одиночную здесь. И вот сюда... Ой, слушайте, какая хорошая картинка была. Она закрывала, ребята, все то, что нам, в принципе, было необходимо. О, это вообще идеально. Она покрывает полностью весь портал. И, как мне кажется, теперь, ребята, он должен был сработать, и я могу вернуться в самый обыкновенный мир Майнкрафта. Вернусь, ребята, я или нет, вы узнаете буквально через пару секунд, а пока что. Поставьте, пожалуйста, лайк на это видео, если больше хотите роликов про нарисованный Майнкрафт. Не забывайте подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны. И обязательно нажимайте на колокольчик для получения уведомления о выходе новых роликов. А я, ребята, прямо сейчас на счет 3 запрыгиваю в этот портал и заканчиваю ролик. Один, два, погнали, ребята, все, пошла телепортация. Всем пока, ребята.